У собаки 42 зуба не для того, чтобы, значит, кашу кушать, да, и палочки грызть. Каждая собака, вне зависимости от размера, способна укусить. Просто для этого нужно ее либо спровоцировать, либо создать какие-то условия. Нужно зажать собаку в угол, да, когда ее жизнь и здоровье, как она посчитает, угрожает опасность, она начнет обороняться. Та же мать щенков будет защищать, да. Да, вот очень часто у нас собаки щенятся где-то там под гаражами, еще что-то, если попытаться туда там полись погладить, там еще что-то, присмотреть щеночков. То есть это тоже может спровоцировать агрессию матери, как защита потомства. Есть собаки, которые охраняют свою территорию, да, допустим, у них есть какой-то там участок местности, да, который они считают своей. Ей, естественно, любое посягательство, вторжение, соответственно, человек будет атакован, да. Ну вот, те же собаки на цепи, да, в частном секторе или еще где-то. То есть ее садят для того, чтобы она охраняла территорию. Если вы попытаетесь проникнуть, то есть собака будет вас атаковать. Существуют еще собаки, в принципе, сами по себе с внутренней агрессией. Это врожденное качество у собак, и они такие вот доминантные эти собаки, и, в принципе, любое действие, которое им не нравится, оно сопровождается агрессией, то есть атакой. Вплоть до того, что вы захотели просто погладить, можете протягивать ему какое-то там лакомство, конфетку, печенюшку, да, собака как-то это посчитает, что это вторжение в ее личное пространство, плюс внутренняя агрессия, и все, и это спровоцирует на атаку. Как защититься? Ну, начнем с того, что самое такое элементарное правило, что к чужой собаке не надо протягивать руки, абсолютно ни при каких условиях, да, пытаться погладить. Если собака с хозяином, то необходимо спросить у владельца собаки, а можно ли собаку эту погладить, вообще она контактная или нет, идет она с посторонними людьми на контакт или нет. Если это бездомная какая-то собака, то опять-таки я бы не советовала. Дикое животное, бездомное животное, оно трусливое животное, и из-за своего страха собака будет обороняться, она укусит, она кинется, да. Если вы где-то там идете темным переулком, либо светлым, и вы видите, что, да, лежит стая, они, как правило, там где-то на люках тепло, вот где тепло, да, идет, возле домов, где-то там, возле помойки, возле которой кормятся, то есть они там где-то пережидают, перележивают, вот это вот все. Обойдите. Лучше всего обойти. Если, ну вот, нет другого обходного пути, вы не можете избежать, да, вот, чтобы не пройти по их территории, мимо них, надо заранее побеспокоиться, взять какой-то предмет и подлинше, палка, не палка там. Хорошо, если у вас там еще какая-нибудь сумка будет, да, при атаке вы сможете отбиваться, по крайней мере, естественно, животное хватает то, что ближе к ней, да, и в коем случае нельзя разворачиваться и пытаться убежать. Собака, животное гораздо быстрее человека, да, она способна там развивать скорость до 40, а некоторые более километров в час такую, то есть, ну, у человека убежать от собаки нет шансов, абсолютно никаких, но при условии, что вы повернулись спиной, я еще раз говорю, что это провоцирует нападение. На протяжении всей моей жизни, да, у меня постоянно собаки. Сначала были среднеазиатские овчарки, потом у меня была немецкая овчарка, на сегодняшний день у меня три бельгийских овчарки, вот, лично у меня, да, три бельгийских овчарки. И, как показал мой опыт и время показало, что, ну, лучше всего, вот, начинать заниматься с трех месяцев. Дрессировка начинается на основе пищевой реакции преобладающей, потому что щеночек, что ему надо? Ему надо поиграть, поесть и поспать. И вот эти вот, скажем так, занятия у меня происходят во время кормления. Я не просто там набрала в миску корм, да, поставила куша, и все, мне некогда, нет. Я беру еду в руки, корм, ну, допустим, я кормлю своих сухим, сбалансированным вот этим кормом и какие-то вот вожу за рукой, то есть щеночек просто бежит, то есть, как я и говорила, что это добыча. Да, хочешь поесть, надо ее догнать добычу. Вот я его вожу и между тем посажу, положу, то есть я ему объясняю, что нужно делать. То есть я начинаю с трех месяцев уже.